Не так давно в армянских экспертных кругах было признано, что Армения бесповоротно проиграла информационную войну Азербайджану. Действительно, армянские фальсификаторы отступили на всех фронтах. Единственным участком этого фронта, где еще не достигнута полная победа, пока остаются просто непостижимые по масштабам армянские исторические фальсификации. Но и тут уже достигнуто серьезное продвижение вглубь, наступление продолжается, и весьма успешно. К такой ситуации Армения не привыкла. За годы советской власти было написано много томов фальшивой истории Армении, вычерчены границы не существовавшего в этой части мира, так называемого армянского государства, найдены якобы доказательства и чуть ли не живые свидетели времен неолита. Достаточно назвать такую откровенную фальшивку, как Эребуни, новодел, с которого начало активно переписываться и научно обосновываться армянская история азербайджанского и реванского ханства. Изменения ситуации нервируют и раздражают армянскую сторону. Армения не намерена бесцельно тратить огромные средства для борьбы против дезинформации, распространяемой Азербайджаном, и фальсификации им истории, истерично заявил недавно, в парламенте министр территориального управления и инфраструктур Сурен Попекян. По словам министра, Армения не собирается ничего опровергать, потому что в ее арсенале якобы не только исторические памятники и богатое наследие, но и многочисленные научные работы. Один только академик Бабкен Арутюнян чего стоит. Отметим, что этот самый Бабкен Арутюнян, которым размахивает как флагом, армянский эгитпроп, это историк, не сделавший за свою научную биографию ничего полезного. В годы независимости заправлял на кафедре истории сопредельных Армении стран и прославил свое имя только жалкой попыткой опровергнуть историческую правду книги Горис, 2010, сезон театра абсурда, академика Рамиза Мехтиева. После чего стал главным экспертом по выдуманным им самим азербайджанским фальсификациям. Руководство Армении должно взять под контроль борьбу с антиармянской пропагандой, кричал он на каждом углу, требуя поддержки государства для тех историков, которые решат взяться за это дело. Но денег в 2010 году на это не нашлось, а сегодня министр Попекян убил последнюю надежду, заявив, что Армения не намерена бесцельно тратить огромные средства. И ведь Попекян совершенно прав, ведь выделенные средства уйдут в никуда, будут растрачены понапрасну, потому что эта война Армении уже проиграна. На фоне масштабных фальсификаций, уничтожение армянами культурно-исторического наследия других народов на территории нынешней Армении и оккупированного ею Карабаха, очень смешно звучат слова о том, что азербайджанская пропаганда якобы фальсифицирует историю региона, считает азербайджанский историк, директор Центра истории Кавказа Резван Гусейнов. Показательно, что из уст армянских депутатов и чиновников мы слышим, что армянская пропаганда проигрывает азербайджанской. Именно эффективная деятельность азербайджанской стороны, по разоблачению армянских исторических фальсификаций и лжи, дает свой эффект, и лучшие оценки, чем признание этого факта из уст противника, и быть не может. Армянский министр высказывает претензии, что азербайджанская сторона делает ставку на иноязычную, в первую очередь, русскоязычную аудиторию потребителей информации. Так и есть, и это лучший формат деятельности и ответа на армянские фальсификации, сказал азербайджанский историк. В настоящее время, Центр готовит новую бомбу для армянских фальсификаторов истории. Документальный фильм «Армянская история», написанная болгаркой, позволит разоблачить не только лживые постулаты армянской стороны, но и продемонстрирует технологию того, как уничтожалась и продолжает уничтожаться истинная история региона, и как на ее осколках возводится лживая история Армении. Фильм готовится в рамках проекта «Оккупация истории, оккупация Земли». Технологии армянских фальсификаций, в своем роде действительно уникальны, вряд ли, кто-то в мире додумался бы до такого. Как рассказывает Резван Гусейнов, с целью фальсификации исторического наследия, в основном в 80-е годы, на многочисленных старых кладбищах различных сел западного региона, в албанских храмах, появлялись так называемые специалисты из Армении, которые посредством лагунды или по-другому болгарки и других средств уничтожали надписи на надгробиях, на каменных плитах в албанских храмах. Вместо уничтоженных надписей наносились новые, якобы свидетельствующие о древнеармянской истории этих эпиграфических памятников. Деятельность армян, значительно активизировалась накануне начала Карабахского конфликта и распада СССР. В рамках проекта, проводятся исследования в западном регионе Азербайджана, в частности в селе Герзан, Кирзан, Тавузского района и ряде албанских храмов Гедобекского района. В частности, на кладбище села Герзан выявлено большое количество древних могил, относящихся к албанским, христианским и мусульманским захоронениям, надгробные плиты которых в советское время армянские фальсификаторы обработали болгаркой, уничтожив прежний орнамент, и нанесли поверх него новые надписи на армянском языке. Делалось это с целью, присвоить албанское христианское наследие Азербайджана и объявить эти земли частью Древней Армении. Такого же рода факты вандализма выявлены на других древних памятниках Тавузского и Гедобекского районов Азербайджана. За этим грязным занятием армян, не раз заставали местные жители. В рамках исследований, азербайджанские и зарубежные исследователи смогли пообщаться со свидетелями этой деятельности армян и зафиксировать факты вандализма по отношению к эпиграфическим памятникам Азербайджана. Группа зарубежных исследователей и ученых, в том числе, представители ЮНЕСКО, смогли воочию убедиться в уничтожении эпиграфических памятников на кладбище села Герзан. В готовящемся фильме, будут приведены мнения этих ученых об акте армянского вандализма, против азербайджанского исторического наследия, а также интервью с местными жителями и исследователями, которые в советские годы стали свидетелями и пытались пресекать, попытки эмиссаров из Армении сфальсифицировать в Герзане и других местах памятники истории. Фильм планируется перевести на другие языки и показывать не только в Азербайджане, но и за рубежом. Кроме того, его посмотрят в ЮНЕСКО и других международных организациях. Так что министр Попекян беспокоится не напрасно.